Журналистка рассказала о попытке СБУ завербовать её Корреспондент РИА Новости в Литве Ирина Высокович сообщила, что Служба безопасности Украины, СБУ, пыталась завербовать её в Херсоне Её слова приводит РИА Новости По словам Высокович, это произошло на входе в зал заседаний суда, где проходит процесс по делу руководителя издания РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, арестованного по подозрению в государственной измене Туда корреспондент приехала с редакционным заданием Сначала меня вывели на улицу и под предлогом ТОГО, что спасают от разиренных украинских патриотов, посадили в автомобиль, представившись сотрудниками СБУ, и сообщили, что направляемся в отделение службы После этого меня привезли в какое-то административное здание за высоким забором, с охраной в дверях, завели в какой-то кабинет на третьем этаже, рассказала журналистка Никто из беседовавших с ней сотрудников СБУ, со слов Высокович, полностью не представился Она уточнила, что ей задавали много вопросов о её работе на Первом Балтийском канале, вещание которого запрещено Киевом Женщина заявила, что на неё давили, в мягкой форме, также её обязали подписать бумагу о готовности сотрудничать с СБУ и докладывать информацию о коллегах В итоге Высокович отпустили, она вернулась в Литву Вышинский с середины мая находится под арестом по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и Гасизмине На судебном процессе он изъявил желание выйти из украинского гражданства, а также попросил защиты у президента России Владимира Путина, поскольку сам является гражданином РФ Вскоре после ареста Вышинского власти Украины ограничили доступ к сайтам информационных агентств РИА Новости и РИА Новости Украина, а также многих других российских информационных ресурсов на территории страны Больше важных новостей в ТЕЛИ и ДжиАР и ЕМ-канале, лента дня Подписывайся, перейти в мою ленту, новость размещена на сайте вседоски.com Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений Как продать быстрее Размести объявления сразу на вседоски объявлений с помощью сервиса вседоски.com Субтитры создавал DimaTorzok